Слава Богу, братья и сестры! Мы продолжаем изучать послание, первое послание Иоанна. В прошлый раз в первой части введения мы говорили о том, что послание Иоанна было написано в конце первого века. И главной целью написания этого послания была борьба с ересью гностицизма. В последователе этого учения они отвергали тот факт, что Иисус Христос имел человеческую плоть. Они считали, что Бог не мог иметь человеческую плоть, потому что плоть и все материальное являются злом, а Бог есть дух и является добром, поэтому это несовместимые вещи. Гностики также утверждали о том, что они обладают особым тайным знанием, которое превосходит даже Священное Писание. Поэтому Иоанн много раз в этом послании призывает к трепетному отношению к Писаниям. Сегодня мы продолжим рассматривать вот эти первые строки Писания. Мы начнем как бы уже непосредственно разбирать вот эти тексты. И первые четыре стиха сегодня пройдем. Давайте прочитаем их. Первое послание Иоанна, 1 глава, 1 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, то есть глазами, что рассматривали, что осязали, ощупывали наши руки, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем, возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. С самого начала апостол Иоанн, он провозглашает авторитет свой, как авторитет свидетеля. Вы знаете, что для того, чтобы доказать что-то, или же опровергнуть какие-либо действия подсудимого, в суд вызывают свидетели. И такой человек должен быть очевидцем какого-либо события, и он должен быть готов к тому, чтобы открыто об этом говорить. Хитрое искусство адвокатов заключается в том, чтобы или подорвать авторитет этого свидетеля и свести его свидетельство на нет, или же наоборот, его так обелять, потому что если им это выгодно, для того, чтобы сделать из него, ну, чуть ли не ангела из этого свидетеля. Показания свидетеля чрезвычайно важны, потому что от этого зависит решение суда, решение присяжных заседателей, которые должны принять определенное решение. Я приведу один исторический факт. В 1994 году, мы уже здесь были в Америке, здесь был очень известный судебный процесс. О. Джей Симпсон, известный американский футбол, футболист обвинялся в том, что он убил свою бывшую жену Николь Браун, ее приятеля Рональда Голдмана, которое произошло 12 июня 1994 года поздним вечером. Вот это судебное разбирательство длилось 9 месяцев. Вся Америка вечерами была прикована к телевизорам. Смотрели, как, что, как защита будет, как обвинение и так далее. О. Джей Симпсон нанял очень известных адвокатов, такую группу высокооплачиваемых адвокатов, и они всячески работали над тем, чтобы обелить его. Но они создали такой кейс, в котором они обвиняли полицейских в том, что они якобы строят свое объединение на расовой непризне, потому что О. Джей Симпсон, он афроамериканец. Более того, они нашли, что один из следователей когда-то употребил слово негр. Что в русском это очень просто звучит, а по-английски это оскорбительно. И он это отрицал, но они нашли свидетелей, что там 10 или 15 лет назад он произнес это слово. Следовательно, его показания в суде можно подвергать сомнению. Он может предвзято относиться к подсудимому. Более того, они подвергли сомнению генетическую экспертизу, которая показывала, послушайте меня внимательно, что капли крови, которые были найдены в машине О. Джей Симпсона, на ковровом покрытии его дома и на его носках, на 99,1% соответствуют крови убитых людей. 73% населения людей, они говорили о том, что О. Джей Симпсон виноват. Но спустя 9 месяцев, 9 октября 1995 года, присяжные, в числе которых было 12 человек, только 2 белых женщины вынесли оправдательный приговор. 73% населения Америки были не согласны с этим, потому что они уверены были в том, что он виноват, он убил. Но тем не менее, он получил вот этот оправдательный приговор. Адвокаты сделали свое дело. Мы, наверное, думаем о том, что адвокаты такие существуют только сегодня, в наше цивилизованное время. Давайте посмотрим, вот как Давид описывает злых людей, которые пытаются найти на него какой-либо компромат. Псалом 63, стих 2. Услышь, Божий голос мой, молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев. Обратите внимание, какое орудие они используют. 4 стих. Которые изострили язык свой, как меч. И напрягли лук свой, язвительное слово. Они используют слово, как орудие нападения. Чтобы втайне стрелять непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердили злом намерения. Совещались скрыть сеть. Говорили, кто их увидит. И вот 7 стих раскрывает их сущность. Изыскывают неправду, делают расследование за расследованием. В английском говорят это dirt diggers, копатели грязи. Даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Посмотрите, орудием нападения на Давида они используют свой язык. Они собирают компромат на Давида. Их интересуют мельчайшие подробности его общественной и даже личной жизни. Для чего? Чтобы оклеветать его. Чтобы дискредитировать его перед другими людьми. Первосвященники во время суда, это было 2000 лет тому назад, во время суда над Христом, они делали то же самое для того, чтобы осудить Христа. Матфея 26 глава 59 стих. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство, обратите внимание, против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило. Посмотрите, там целая очередь была. Не нашли. Наконец пришли два лжесвидетели и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И вставперосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. Никто не может сказать, что свидетельство апостола Иоанна о кресте, которое он излагает в этом послании, которое мы с вами рассматриваем, не было достаточным. Он является самым близким очевидцем его крещения, его служения, совершенных ими чудес и исцелений, его повседневной жизни, его страданий, его смерти и его воскресения. Прежде чем начинать излагать суть своего послания, он провозглашает неоспоримые свидетельства о кресте, как бы подчеркивая авторитет его как свидетеля. Посмотрите, как он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни. Какие три аргумента он здесь приводит? Первое, что мы что? Что мы слышали, он говорит, первое. Потом, что мы видели, то есть я слышал, как Христос лично учил народ и как он наставлял нас апостолам. Потом он говорит, я лично видел его. Далее, я лично осязал в русском написано, то есть буквально это означает слово ощупывать. В английском написано touch with our hands. Более того, он употребляет здесь слово греческое, которое на русский переведомо рассматривали. Это слово означает смотреть, видеть, рассматривать, наблюдать, глядеть, созерцать, обозревать. Этот глагол обозначает спокойное, сознательное, длительное созерцание объекта. То есть его свидетельство не является воображением или каким-то эмоциональным всплеском, но это длительное, постоянное, сознательное созерцание, то есть наблюдение за жизнью Христа. Я думаю, русский перевод этого слова очень удачный. Он отражает сущность вот этого глагола. Мы все понимаем, что слово рассматривать не означает просто бегло взглянуть. Так же, нет, братья и сестры? Или просто, знаете, пробежать таким взором своим. Просто посмотреть. Но это подразумевает внимательно посмотреть, рассмотреть что-то. Вот такое всестороннее свидетельство подтверждает реальность человеческой природы Иисуса Христа. Он не был просто духом, потому что гностики утверждали, что он был просто воображаемым иллюзерным духом. Но они говорят, потому что дух невозможно рассматривать долго. Он приходит и уходит. Дух нельзя трогать руками, тем более постоянно слушать его наставления в течение трех с половиной лет. У пророка Елисея, еще один пример, в Ветхом Завете был слуга по имени Геезии. Помните, что Елисей совершил в два раза больше чудес, чем пророк Илья. Потому что он молился, помните, что дух, который на тебе, пусть будет на мне. Вдвойне, совершенно верно, вдвойне. И когда он однажды польстился на богатые подарки Неймана, то он был поражен проказой, которая на Неймане, она перешла на него. Но, несмотря на его болезнь, его свидетельство настолько было интересным, что однажды царь его прокаженного пригласил себе в дворец для того, чтобы слушать рассказы про жизнь Елисея. Вот вы иногда, бывает такое, да, вы кого-то зовете? Слушай, ты там видел, да? А ты слышала? Слушай, расскажи, а как это было? А он, а она, а эта машина как ехала, а он что сказал? И так далее. Нам нравятся вот эти истории очевидцев, да? Посмотрите, 4 книга Царств, 8 глава, 4 стих. Царь тогда разговаривал с Геезием, слугою человека Божия, и сказал, расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей. И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Геезий, господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. То есть Геезий в данном случае был очевидцем и верным свидетелем чудес, совершенных Елисеем. Почему? Потому что он там лично присутствовал. И эта женщина подтвердила. Точно так же Иоанн рассказывает своим братьям и сестрам по вере, что он реальный очевидец всех событий, описанных им в послании и в Евангелии. Кроме того, обратите внимание на текст, он употребляет множественное местоимение. Он говорит, я видел, я слышал, я осязал. Так или нет? Что он говорит? Он говорит, мы. Он говорит, мы. То есть не только я, но и другие ученики и апостолы были свидетелями этих событий. Например, в законе Моисея для осуждения виновного на смерть недостаточно было только одного свидетеля. Но нужно было бы как минимум сколько? Два или три свидетеля. Второзаконие 19.15. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине, или в каком-нибудь преступлении, или в каком-нибудь грехе, которому он согрешит. При словах двух или при словах трех свидетелей состоится дело. Апостол Петр в своем послании к верующим пишет, 2 Петра 1.16. Ибо мы, я подчеркиваю, мы, не я, а мы, тоже множественное местоимение, личное, возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, как это делают адвокаты в суде, но, быв очевидцами его величия, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, то есть Христос, когда от величественной славы принес я к нему такой глаз, это есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе, мы там были, мы слышали, мы видели все это. Петр говорит, что основанием христианской веры являются не какие-то выдуманные истории, где-то бабушка на заваленке кому-то сказала, но это были реальные события. Он лично слышал, как громовой голос произнес, он видел Христа, тоже так же преображенного, и этот голос сказал, это мой сын, это не пророк, это не учитель, это не раввин, но это мой сын во плоти человеческой, он Бог и он мой сын. Очень важное свидетельство, братья и сестры. Евангелист Лука начинает свое Евангелие такими словами, Луки 1 глава 1 стих. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Обратите внимание, совершенно известных между нами событиях. К примеру, то, что я вам сегодня рассказал о Джей Симпсоне, было сколько лет назад, в 1994 году, 21 год тому назад, да? Было 22 года назад, да? Мы помним это, мы были в Америке, мы уже жили 4 года. Есть ли необходимость брать других свидетелей и говорить, а ты уверен в этом? Да, блин, конечно, я уверен, да миллионы людей в этом уверены, потому что все они видели и знали этот процесс. Поэтому, когда Лука пишет, он говорит, совершенно известные между нами события, это не просто какая-то выдумка, кто-то придумал, кто-то выдумал что-то, нет, это все прекрасно знают об этом. И как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Посмотрите, он пишет как историк. Он провел тщательное исследование факта. Эти события на момент написания Евангелия были общеизвестные факты. Он также говорит, что было много свидетелей, не один, а много, и он использовал их свидетельства, тех, которые были очевидцами. Греческое слово autoptes, очевидец. В общем-то, русское слово сходится как-то с этим словом, да? I witness по-английски. I witness, то есть глазами я свидетельств, да? Или же мы говорим очевидец. Я лично это видел. Я не просто слышал, я лично там присутствовал, я лично это видел. Вот это греческое слово состоит из двух частей. Auto, то есть сам лично. И optonomai, буквально оно означает являться, показывать, давать себя увидеть. Это слово очень часто употребляется в Новом Завете, когда говорится о явлениях ангелов, или же о явлении воскресшего креста, или о его втором предшествии. Все люди реально увидят его, это будет потрясающее событие. Никто не скажет, я его не видел. По утверждению богослова, это слово означает человека, который что-либо лично видел, испытал это на личном опыте, знает факты из первых рук. Это отражает убежденность Луки в том, что христианская вера, она зиждется не на спекулятивном измышлении, а на исторической реальности. Свидетельство очевидцев является для Луки гарантией истинности рассказа. В языке медиков, кстати, используется этот термин. Лука по профессии, помните, кем был? Врачом. Оно используется для обозначения личного обследования больного, или частей его тела. То есть не просто, как сегодня делают, знаете, нюрс вас, медсестра осмотрит, потом приходит врач, ему уже на компьютере там все написано, он так, 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 все, до свидания и пошел дальше. Да, были на приеме врача? Мне так приходилось очень быть. Время – деньги. Да? Нет. Здесь этот термин говорит о том, что врач лично осмотрел, ощупал и поставил диагноз. Это слово употребляет он здесь. То есть Лука, как доктор, смело утверждает, что учение о вере во Христа, как Божьего Сына, нашего Спасителя, имеет твердое основание. Есть много очевидцев. Особенно это важно для наших детей, братья и сестры. Наши дети сегодня ходят в школу, они сегодня идут в колледж, им сегодня говорят, да, Христос был, да, была такая личность, да. Он был просто исторической личностью. Они сеют яд сомнений в сердца нашей молодежи. Факты того, что Христос был во плоти, он был Богом, являются неопровержимыми. И это очень важно. Еще одно свидетельство. Ученики Христа очень серьезно относились к этому. Поэтому, когда нужно было избирать нового апостола вместо Иуды-предателя, к нему предъявлялись определенные требования. Такой человек должен был свидетелем всех событий, которые происходили в земной жизни Христа, начиная от крещения и до времени, крещение это было время его вступления на служение, и заканчивая его победным воскресением. Деяния апостола 1.21 И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, во все время, когда пребывал, обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова, до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И тут выбрали двоих. То есть, не только апостолы, еще многие другие люди были там, которые были свидетелями. Кроме 12 апостолов, были другие ученики, которые были очевидцами. Апостол Павел пишет об этом, 1 Коринфянам 15.3. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом 12, и потом явился более нежели скольки? 500 братьев. Представьте себе, что в суд приводят 500 свидетелей. Два-три достаточно приводят 500, и все они свидетельствуют. Мы это видели. Богословы говорят, что свидетелем в воскресение Христа было более тысячи человек. Это в одном случае 500 явилось сразу. Итак, свидетельствуя оно о Христе, обладает высшим авторитетом. Оно не может подвергаться никакому сомнению. Иисус Христос, Сын Божий, во плоти человека, совершал свое служение здесь, на земле. Иоанн лично видел все, что он делал, и все, что он совершал. Вот такое начало послания, такое фундаментальное, очень важно. Оно утверждает читателей в том, что все, что дальше будет написано, оно авторитетно, оно истинно, и оно не подлежит никакому сомнению. Вот почему большую часть времени в этой проповеди мы посвятили именно этому. Аминь. А теперь передаем ко второму пункту. Свидетельство Иоанна о Христе. Потом Иоанн приступает излагать суть своего послания. Ставя, кстати, личность Христа во всем послании в центр всегда. Первое, он говорит, Иисус Христос из слова вечной жизни. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что сязали руки наши о слове жизни. Первые слова его послания говорят о начале. Мы говорили об этом в прошлый раз. Греческое слово «архей» означает основание, происхождение. Точно так же, кстати, он начинает и свое Евангелие от Иоанна. И те же самые слова, похожие гречески, он использует. Иоанна 1.1. В начале было слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть. И без него ничего не начало быть. Что начало быть? Евангелие от Иоанна 1.1.2.3 стих. Начало, на которое указывает Иоанн в своем послании, говорит об основании истинности христианства. Это земное служение Иисуса Христа и его учения. Он недвумысленно намекает, что это начало имеет не только земное, оно имеет божественное происхождение. Это слово подчеркивает предсуществование Христа, его божественность. Слово было у Отца, он говорит. Зато оно явилось нам. Более того, слово имело непосредственное участие в творении, в мироздании, а потом оно явилось нам в человеческом облике. Поэтому слово с большой буквы является основанием не только временной, но и вечной жизни. Евангелие, которое было проповедано Христом, оно имело не просто только земные корни, потому что здесь на земле он проповедовал, но оно в первую очередь имеет небесные корни. Евангелие не является очередной попыткой философов для того, чтобы ответить на главные вопросы нашей жизни. Но оно есть Божий план нашего спасения, всего человечества, через Сына Божьего Иисуса Христа. Аминь. Я хочу напомнить вам основные вопросы, на которые должен найти ответ каждый человек на земле. Четыре вопроса. Первый. Для чего я родился? Второй. Для чего я живу? Третий. Почему зло существует в этом мире? Грех причина зла. И четвертый. Куда я иду после своей смерти? На эти вопросы философы, разные религии, всегда пытались найти ответы. Евангелие дает полноценные ответы на эти вопросы. И он лично подтверждает пребывание Христа в человеческой плоти на земле. Но при этом он постоянно подчеркивает его небесное происхождение. И мы об этом будем говорить. Помните, Христос в Евангелии Анна об этом написано. В беседе с иудеями он говорит, прежде нежели был Авраам. Что? Я был. Нет. Я есть. Я всегда был, есть и буду. Я есть. Я сущий. Всегда сущий. Поэтому с самого начала вот этого послания Иоанн несколько раз указывает на связь Христа с Богом. Он хочет разрушить утверждение гностиков о том, что вот только временно здесь, иллюзорно это было что-то. В плоти человека не могло быть Бога. Он говорит, жизнь явилась нам, второй стих. И мы видели, свидетельствуем, возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение, опять подчеркивают, с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Когда Иоанн говорит здесь о слове, греческое слово «логос», да, с большой буквы, он в первую очередь указывает на Иисуса Христа. Особенно, когда он говорит Евангелие это. Он говорит, слово было Бога, и слово было Бог. То есть прямое указание, что Сын Божий и является Иисус Христос Богом и вот этим словом. Но в начале послания своего, когда он употребляет слово «логос», он указывает не только на Христа, но и на Евангелие, на его учение. Поэтому он называет его «слово жизни», благая весть. Христос и Евангелие неразделимы, братья и сестры. Когда Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого, что он проповедует? Евангелие. Когда он говорит о Христе, он говорит о Евангелии. Христос и Евангелие неразделимы. Сегодня люди пытаются внести, так называемое, изобрели нравственное Евангелие или же социальное Евангелие. Они говорят, нужно быть просто добрыми, нужно делать добрые дела. И это самое главное. Они говорят, нужно, чтобы в центре была человеческая этика. Но там нет Христа. Иоанн пишет, что Христос и Евангелие нельзя разделить. Это одно и то же. В книге Откровения он описывает Христа Победителя, 19-13. Он был облачен в одежду, обогренную кровью. Имя ему какое? Кто помнит? Слово Божие. То есть нельзя слово отделить от Бога, нельзя слово отделить от Евангелия, от нравственности, от этики, от нашей повседневной христианской жизни. Евангелия должна быть пронизана жизнь христианина. Христос является словом и жизнью, он говорит. В нем сокрыто и то, и другое. Он провозглашал вечную жизнь, которая в его лице была у Отца, а потом явилась нам. Второй стих. Чтобы получить эту жизнь, нам нужно услышать и поверить в Евангелие. Каким образом эта жизнь явилась нам? Через воплощение Иисуса Христа. Она явилась нам. Она сделала явным. Греческое слово, которое означает делать явным, являть, открывать, показывать, прояснять или же проявлять. Во Христе Бог открылся людям. Он является высочайшим откровением для людей. Что такое откровение? Откровение это то, что было тайным и потом вдруг проявилось. Бывает тайная какая-то. Кто-то хранил, хранил, а потом вдруг ну что ж ты рассказал? Она проявилась. Это тайна. Христос рассказал нам о вечной жизни. Он принес эту вечную жизнь. Через свои страдания Он открыл двери вечной жизни для каждого кающегося гречника. Об этом Иоанн пишет в послании своем уже в конце. 5 глава 11 стих. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и это жизнь в Сыне Его. Обратите внимание. Жизнь и Сын неразделимы. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Имеет Христа человек Он имеет жизнь. Он имеет спасение. Мне понравилось, как сказал один проповедник. И тот, кто дал нам спасение, Он в силе его сохранить в нас. Аминь. Не имеющий Сына Божий не имеет жизни. О какой жизни вечной можно говорить, если ты хочешь иметь жизнь вечную, но мне Христос не нужен. Это неразделимо. Это я написал вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы веруя в Сына Божия что? Будете иметь? Нет, вы уже имеете жизнь вечную. Вы ее уже имеете. Если вы верой приняли Христа, то жизнь эту уже приняли. Она уже в вас. Через веру во Христа человек получает вечную жизнь. Это не является заслугой человека. Это великая милость Божия. Это подарок. Греческое слово здесь употребляется 5 глава 11 стих. Бог даровал нам жизнь вечную. То же самое слово употребляется в Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного. Это подарок. Это не мы что-то сделали, это Бог сделал для нас. Павел использует это слово Титу 2,14. Который дал себя за нас. Он отдал себя. Иоанн 5,26 говорит об этом. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. 40 стих. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Это очень важный факт, братья и сестры. Мы с вами рождаемся и получаем жизнь как подарок. Никто из нас не в состоянии распоряжаться своей жизнью. Согласны вы с этим или нет. Такой прекрасный, такой здоровый. Прищик там себе на лице где-то сковырнул и завтра его нету. Заражение крови. Я уже не говорю о каких-то катастрофах. Я уже не говорю о каких-то событиях. Наша жизнь она такая хрупкая. Был человек и нет человека. Лех уснул утром уже не проснулся. Мы не можем распоряжаться своей жизнью. Мы не знаем дня своего рождения и не знаем дня своей смерти. Наша жизнь зависит от многочисленных факторов. И только о Боге можно сказать, что Он имеет жизнь сам в себе. Посмотрите Иоанна 5, 26. Он имеет жизнь сам в себе. Только Бог является самодостаточной личностью. Он источник и Он распорядитель жизни. Поэтому Христос говорит Я есть что? Путь истина и жизнь. Все во Мне. И истина Евангелия и жизнь. Все во Мне. И Я есть только этот путь. Вчера я дал буклетик. Какая возможность проповедовать? Когда я в магазинах, когда я в банках, когда я где-то встречаюсь с людьми, так далее, по возможности. И всегда стараюсь давать буклетики людям. Вчера я дал буклетик в магазине на кассе одной девушки. По виду можно было определить, что она нетрадиционной сексуальности. и пока я там складывал все эти вещи, она прочитала этот буклетик. Я говорю, ну и какой у вас ответ на этот вопрос? Там был вопрос, куда вы идете после смерти? Она сказала так, если это существует, это, то я иду туда в вечную жизнь. Какое заблуждение, братья и сестры. как можно это отделить от вечной жизни? Как можно не исповедовать Христа, отвергать Христа и надеяться на вечную жизнь? Христос говорит, кто исповедует меня перед людьми, того что? Того и я исповедую перед Отцом Небесным. А кто постыдится меня в этом роде прелюбодеянном, того и я постыжусь. еще один декст, который подтверждает, что Христос, будучи Богом, был полноправным распорядителем своей жизни. Иоанна 10, 17. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю. Я имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Христос был несправедливо осужден, он был избит, но он сам отдал себя на наши грехи, братья и сестры. Здесь три раза встречается слово отдаю, оно буквально означает класть, в английском написано lay down, Христос положил свою жизнь на алтарь. Это же слово используется здесь в 10 главе 14 стих. Я есть пастырь добрый, знаю моих, мои знают меня, и как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою что? Я полагаю ее за овец, я ее отдаю, я ее ложу на алтарь, ради спасения людей, я распоряжаюсь этой жизнью, никто у меня ее не отнял, никто ее не забрал насильно, хотя насилие было применено ко Христу, в отличие от всех других людей, он сам знал, куда он идет, и чем это закончится, и то, что он воскреснет, никто Христа не гнал на Голгофу, никто не заставлял его, нет, это его было добровольное желание, это было его желание исполнить волю его небесного отца, и любовь к нам, братья и сестры, грешникам, это было его главной мотивацией, которое привело его к этому концу, никто из нас не хочет умирать, тем более еще за кого-то, Христос знал, что он умрет, притом за грехи всех людей, и он был распорядителем своей жизни, он добровольно ее отдал за нас, он говорит, я имею эту жизнь сам себе, хочу отдаю, хочу не отдаю, но я полагаю свою жизнь за вас, слава Богу за это. Это очень наглядно показывает суд Пилата над Христом. Пилат во время суда над Иисусом Христом задает ему удивительный, но казалось бы странный вопрос. Евангелие Иоанна 19, глава 9 стих. Помните, что он его спрашивает? Откуда ты? Странно, правда? Откуда ты? Он видит, что Христос это необыкновенный человек. Он пытается найти этот ответ, почему он себя ведет совсем по-другому, не так, как другие преступники. Откуда в нем такая внутренняя сила, такое непоколебимое величие? Он продолжает задавать вопросы, 10 стих. Пилат говорит, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть и отпустить тебя? Пилат полагается на власть, данную ему Римом, на римские легионы, на что Христос спокойно ему отвечает, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было, что? Дана тебе свыше, братья и сестры, опять, слово Дана, это то же самое слово, что Иоанна 3,16, это Дана тебе, Бог отдал Сына Своего ради нашего спасения, и сегодня волей божественного проведения тебе Дана, чтобы ты совершал земной суд надо мною. Итак, Иоанн в начале своего послания свидетельствует о том, что Христос был реальным человеком и реальным Богом. Он явился в человеческой плоти, Он принес нам, жителям земли, благую весть о спасении, о вечной жизни, Он имел одну земную жизнь, как человек, и Он отдал ее ради того, чтобы мы, люди, уверовали в Него и могли иметь вечную жизнь. Аминь. Бог имел план нашего спасения. В этом плане был Я и Ты. Если ты еще не принял решение этого, если ты не раскаялся, сделай первый шаг в своей жизни навстречу Богу, и сегодня ты будешь иметь эту вечную жизнь в самом себе. Аминь. Последний, третий пункт. Для чего Иоанн пишет послание? Чтобы мы могли иметь общение с Богом и друг с другом. Вы знаете, каждый автор письма имеет определенную цель. Он хочет достичь этой цели. Вы когда-нибудь писали письма? Ну, не на интернете. Это очень интересно. От руки действительно письмо написать, знаете, любимой, дорогой, да? или 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 сыну своему, или же там дочке где-то вот письмо, передаете вот это ваше переживание вашей души. Конечно же, я думаю, писали. Я в свое время писал и хранил долгое очень письмо, которое писал супруге, или которое она мне писала, точнее, я хранил долго. Евангельские доктрины, они никогда не имеют своей целью умножить наше познание, братья и сестры. Вот то, что мы сегодня с вами изучаем, изучаем каждое воскресенье, читаем на неделе. Бог никогда не имел целью своей дать нам Библию для того, чтобы сделать нас умнее, для того, чтобы мы стали грамотнее, абсолютно нет. Бог нам дал Библию для того, чтобы мы стали святее, братья и сестры. Это единственная цель, почему мы вникаем в Писание, разбираем его, разбираем греческие или же другие слова, для того, чтобы наша жизнь преображалась. Не просто, чтобы выслушать, как брат хорошо приготовился, как он разобрал, нет, для того, чтобы я мог усвоить что-то, взять для себя и притворить это в жизнь. Вот поэтому апостол Павел, апостол Иоанн с самого начала говорит, для чего я это все пишу? Я пишу, чтобы вы имели общение. В самом начале он говорит, об этом мы будем более подробно говорить далее, но уже в начале он уже говорит об этом, он свидетельствует о том, что Христос был реальным человеком, он говорит о том, что я пишу это, чтобы вы имели общение. Что такое общение? Что такое общение? Общение, слушайте внимательно, это отказ от своих собственных интересов и объединение с другими людьми для достижения общих целей. если говорить о людях. Я еще раз повторяю, общение это отказ от своих собственных интересов и объединение с другими людьми для достижения общих целей. Не мое выражение, одного из богословов. Лжеучителя, гностики, они нарушили взаимоотношения людей в церкви. Почему? Они посеяли разногласия в церкви, возбудили противостояние между людьми. Иоанн пишет это послание, чтобы христиане утвердились в истинном учении Христа и одной единой семьей совершали свое служение в церкви. Ничто так не объединяет людей, как правильное понимание Евангелия. Аминь. При этом источником это общение между верующими людьми является спасение, которое они получили от Бога. Посмотрите, он пишет о том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. Если мы имеем спасение через веру во Христа, его жизнь проявляется в нас. В этом более подробно будем говорить в следующий раз, если Бог доживем. Иоанн в этом тексте напрямую связывает воплощенного Христа с Его Небесным Отцом Богом. Таким образом он рассеивает всякое сомнение о том, что воплощенный Христос не был Богом. Вопрос только следующий, что я лично делаю для того, чтобы иметь настоящее общение с Богом и с братьями и сестрами по вере. Если я живу Евангелием, в центре которого находится Христос, я буду иметь общение и с Богом и с другими христианами. Но если я преследую свои личные цели, общение не состоится. И другая причина, почему он пишет 4 стих. И это пишем вам, чтобы радость ваша была какая? Совершенная. И он пишет, что я пишу вам послание, чтобы вы имели общение с нами, с Богом, Его Сыном Иисусом Христом и чтобы это общение производило в раз совершенную радость. Христиане потеряли эту радость в результате вот этих разногласий. И он говорит, я хочу, чтобы вы имели совершенную радость. Это слово означает наполненное, в английском написано, по-моему, complete. то есть законченное, как будто есть какой-то недостаток, но он говорит, чтобы вы восполнили этот недостаток вашей радости, чтобы она была закончена, чтобы она была совершенная. Далее он, кстати, указывает на некоторые условия для этой радости. Если христианин побеждает грех, если он держится вдали от его проявлений и идолов в своей жизни, то он действительно обладает вечной жизнью этой радостью. Братья и сестры, нет ничего более радостного осознавать, что Христос, вернее Бог во Христе прощает наши грехи. Вот бывает мы провинились перед кем-то, бывает? И так хочется, ну, сделать все возможное, чтобы человек этот больше губы не дул. Так или нет? Так вот, Христос вместо нас умолил Бога своей жертвенной смертью, чтобы Бог на нас не обижался, если можно так выразиться, не гневался. Он умилостивил его своей кровью. И всякий человек, который приходит теперь к Богу с молитвой, просьбой, Бог смотрит теперь на этого человека, как на своего сына. Имеющий сына имеет жизнь вечную. Все, что нужно для того, чтобы иметь эту радость, это нужно раскаяться, братья и сестры. Помните притчу Христа? Три притчи, точнее, в 15 главе Евангелия от Луки он написывает три притчи там. Притчу о потерянной ФЦ, притчу о потерянной Драхме и притчу о блудном сыне. Все они хорошо заканчиваются. Блудный сын вернулся домой, нашли затерянную Драхму женщина нашла, созвала соседок и что они делают? Радуются. Пастух нашел заблудшую овечку и тоже радуется. И Христос там интересно делает такую ремарку. 15 глава 10 стих. Главный вывод. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божих и об одном грешнике кающемся. Когда человек здесь на земле раскаивается в своих грехах, небо взрывается от радости. Мы, особенно когда переживаем за своих детей, когда они имеют какой-то образ жизни неправильный, и вот наступает момент, когда наши дети покаялись. Сколько это радости приносит нам, братья и сестры? Неописуемо радость. Когда мы сами покаялись, я вспоминаю этот день, это было 40 лет тому назад, но я помню этот день прекрасно. Какой это был радостный и прекрасный. Бог простил мои грехи. Поэтому, если кто-то сегодня не имеет этой настоящей радости, придите ко Христу, раскайте свои греха. Обратите внимание на Евангелие, Евангелие, которое излагается во Христе, чтобы вы имели настоящее общение с Богом и друг с другом. Аминь. Будем молиться.